Ну что ж, здравствуйте, дорогие мои, это Игорь Виттель и Парадокс с Игорем Виттелем. Сегодня обсуждаем экономическую амнистию, амнистию для предпринимателя, а также все, что связано с экономическими преступлениями. Поэтому, ежели вы жаждете рассказать о совершенных вами преступлениях, чистосердечно покаяться, узнать, что вам за это будет, попадаете ли вы под амнистию, а также предложения, которые вы хотите внести в уголовный кодекс, в административный кодекс, в прочие кодексы, в гражданский, возможно, кодекс, или посоветовать что-нибудь в нашей партии или правительству в цензурной форме, что, конечно же, вряд ли вы можете позвонить по телефону 65 10 99 и 6, код города 495, либо написать на странице программы «Парадокс» на сайте финнам.фм. А в студии у меня Марина Пак, председатель арбитража при Московской торгово-промышленной палате, и Алишер Захидов, адвокат, уже хорошо вам известный, на которой мы совершенно прямо целую серию передач открыли, посвященную юридических проблемам. Но это проблемы и экономические, и юридические, и политические, поэтому сегодня будем обсуждать все аспекты. Здравствуйте, Марина, здравствуй, Алишер. Всем здрасте. Алишер, ну, начнем, во-первых, вступила ли амнистия уже в свои права, потому что я, честно говоря, в этой суете и в постоянно, если можешь, микрофон не задевай. А мы, когда говорили об амнистии, я как-то вот не очень понял, уже все-таки приняли, не приняли, и кто под нее попадает, когда она вступит в силу. Она уже вступила в силу, она действует с начала июля 2013 года. И главная особенность этой амнистии в том, что она посвящена исключительно лицам, которые совершили экономические преступления по смыслу уголовного закона, который действует на сегодняшний день. Это такая амнистия у нас впервые. И раньше, в другие периоды нашей истории, это касалось разных политических групп, категорий граждан. Ну, вот теперь... Социально близких уголовников. Социально близких, да, даже вот была амнистия очень короткая. 2013 года, помню. Амнистия была вообще исключительная. Тогда вышло миллион двести тысяч человек, и она была такая историческая, был такой вот жест в отношении людей. К сожалению, она себя, в общем-то, не оправдала, потому что была большая рецессия, и много было... Среди лиц, которые вышли, были, совершили преступления повторные, многие опять подверглись уголовному наказанию и преследованию. Здесь все гораздо скромнее, вроде бы, на первый взгляд. Потому что, значит, есть такое понятие, как освобождение от уголовного наказания и освобождение от уголовного преследования. Вот от уголовного наказания, которые сегодня, скажем, подвергнуты в режиме изоляции, это будет порядка трех-пяти тысяч человек. А помимо этого будут освобождены лица, которые еще подверглись уголовному преследованию. Те, в отношении которых судимость еще не снята, которые получили условное наказание, которые были подвергнуты штрафу. Либо лица, в отношении которых, вот пока мы разговариваем, возбуждены конкретные адресные уголовные дела. По каким статьям, вот ты сказал? 26 статей у нас. Это, в общем, целый раздел уголовного кодекса. Наверное, нет смысла их все перечислять. Ну, нарушение авторских и смежных прав, нарушение непонятных прав, незаконное создание через поставных лиц и юридического лица, незаконное использование документов. Вот статьи по легализации, отмывание денежных средств, добытых преступным путем. Здесь законодатель повел себя достаточно осторожно, это первая часть. То есть, незаконное получение кредита заемщикам, либо руководителям организации, плосное уклонение от уплаты задолженности, ограничение конкуренции. Ну и, конечно, вот та нововация, нововведение, которое введено, это вот 159-4 прим. Да, это вот по предпринимательской деятельности. В принципе, это правда хорошо, когда вот законодатель, в общем-то, расшифровал до этого поистине народную статью 159-ю, под которую, в общем-то, попадало все. Теперь вот есть возможность сделать так называемую переквалификацию. И этот механизм будет работать, я подчеркиваю. То есть, по представлению начальника колонии пишутся документы прокурору по инициативе, скажем, осужденного или заключенного. И суды могут рассматривать переквалификацию, скажем, просто со 159-й, вот на 159-й, 4-й. На 159-й, 4-й. Есть реальная возможность освободиться от уголовного наказания, от уголовного преследования. И это, правда, хорошо. Хорошо, сейчас, прости, перебью. Вот мне, на самом деле, волнует один вопрос. Я понимаю, что в детали мы сейчас еще будем отдаваться долго. Но вопрос к Марине. Марина, те проблемы, которые у нас сейчас существуют, да, действительно, не секрет, что экономические статьи зачастую являются оружием в конкурентной борьбе. Очень много заказных дел. Но проблема в несовершенстве законодательства, либо в несовершенстве правоприменительной практики. Что у нас несовершенствует? Спасибо. Дело в том, что законодательство в этой сфере достаточно новое, потому что те экономические условия, в которых мы находимся, и в которых эти злоупотребления процветают, это, собственно, реалии последних 20 лет. Поэтому рассчитывать на то, что за это время закон может быть близок хотя бы к совершенству, или достаточно для того, чтобы регулировать подобные отношения, достаточно сложно. Поэтому есть ряд недостатков законодательства, есть невозможность законодательно урегулировать отдельные, скажем так, вопросы. И есть право сознания предпринимательства. А главную проблему, которую я вижу, это в том, что вопрос добросовестности в предпринимательской сфере, к сожалению, не стал законом для самих предпринимателей до настоящего момента. Нет, ну у нас, на самом деле, давайте попробуем расширять. С одной стороны, у нас все практически в один голос заявляют, что любого предпринимателя можно спокойно брать и по той или иной статье сажать. Невозможно жить, не нарушая закон. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас говорят, что у нас нет оправдательных приговоров, у нас подкуплены суды, у нас вся правоприменительная практика направлена на то, чтобы засадить. И неважно, сделанное это дело, не сделанное это дело, честное, нечестное, но вот у нас такой жестокий карающий меч, у нас не разбираются, у нас просто сажают. При этом сами же честно говорят о том, что невозможно. Давайте, кстати, я попробую, пока вы отвечаете на этот вопрос, голосовалку запустить. Как раз вообще, возможно ли у нас жить честно, не нарушая закон. Я имею в виду, заниматься предпринимательством не нарушая закон. Сейчас, пока вы отвечаете, я буду запускать. Сказать, что закон построен таким образом, что заниматься бизнесом невозможно вообще, я не могу. Вместе с тем, проблем в плане спокойного развития предпринимательства в нашей стране достаточно много. Но где их больше, непосредственно в среде предпринимательства, нездоровой конкуренции, того же аспекта рейдерства, применения силы по отношению друг к другу, самим предпринимателями, или несовершенной нормы закона, сказать сложно. Есть злоупотребление правоохранительных органов, есть злоупотребление правоохранительных органов, вызванных конкуренцией у самих предпринимателей. То есть я в силу того, что являюсь профессиональным юристом, я бы предпочитала такие темы обсуждать все-таки в контексте конкретной проблемы, с учетом тех обстоятельств, которые эту проблему окружают. Ну вот вам конкретные проблемы, Леша. Значит, я, давайте, Ходорковского касаться не будем, потому что тут, иначе мы поднимем огромный пласт проблем. Да, и камнисти это не имеет. Да, вот, кстати, почему, значит, что не попадает? Например, сегодня продлили там содержание под домашним арестом для руководителя Росбанка, огромная величина, на самом деле, это не самый маленький человек, да, за взятку. Взятка у нас попадает, или его, Марин, напомните, по-моему, там коммерческий подкуп там у него. 290-я статья, коммерческий подкуп. Коммерческий подкуп, правильно, 296-я статья. 290-я, нет, она не подпадает, это вот фиктивные банкротства. А вот 290-я... 290-я тоже не подпадает статья у нас. Ну, здесь еще, на самом деле, это... Сейчас голосование объявлю. 55-33, русская буква, если вы считаете, что у нас возможно честно вести бизнес, не нарушая законы, 55-33, короткий номер, и русская буква Б, смски, естественно, мы шлем, да? А если у нас невозможно вести бизнес, не нарушая законы, это телефонный... Ну, на самом деле, вот, что касается амнистии, там необходимо выполнение двух очень важных условий. То есть человек обязан раскаяться в содеянном, признать свою вину и возместить нанесенный или причиненный вред. Огромное количество людей отказывается признавать свою вину в силу разных абсолютно причин, и не только, кстати, гордыния, а требует справедливого разбирательства и дальнейшего движения дела. Поэтому вот пока вот эти условия выполнены не будут, даже если они подпадают вот под эти статьи, по смыслу амнистии, по смыслу вот этого документа, они не подпадают и не могут быть амнистированы. Хорошо, я вот давай вопрос переформулирую. Значит, другое громкое дело, опять-таки, вот вчера по Браудеру и Магнитскому, да, 9 лет колонии, уже одному вы посмертно присудили, за оптимизацию, получается, что это оптимизация налогов, да? Есть огромное количество дел, связанное с тем, что в стране там практически все бизнесы... Я, например, практически не знаю ни одного бизнеса, который не поступил. Я тебя понял. Значит, любой руководитель стремится к оптимизации налогов. Оптимизация налогов, конечно же, это обывательское понятие, это не юридическое. То есть, проще говоря, заплатить поменьше налогов в казну. Вот, соответственно, умные головы сидят и ломают, и придумывают разные... При этом не нарушая закон. При этом не нарушая закон, Марина Правина. Как бы сделать так, чтобы у меня все было, но ничего мне за это бы не было. Ну, а что, собственно, тут плохого? Вся мировая практика так действует. Другое дело, если это не подпадает под русло закона... После выпуска новостей ты слышишь этот вот тиканье, это значит... Сакральный звук. Ну что ж, возвращаемся в студию. Напоминаю, с Мариной Пакой и Алишером Захидовым обсуждаем экономическую амнистию. И вообще, все, что связано с экономическими преступлениями. В общем, у нас идет голосование, 5533, короткий номер, шлить и смс, с русской буквой А. Если вы считаете, что у нас в стране можно вести бизнес, не нарушая закон, 5533 и русская буква Б. Если вы считаете, что у нас невозможно не нарушать закон, занимаясь предпринимательством, как считают 100% голосовавших? Харишер, простите, я перебил. Ну, собственно, что хотел сказать, значит, амнистия это никогда не изменение уголовного процессуального закона. Это не какие-то новые нормы. Это просто вот воля сверху проявленная со стороны государства. Решают она какие-то проблемы или нет? Ну, с точки зрения Достоевского, даже один человек это, конечно, благо. То есть, хотя бы ради того, чтобы один человек вышел из-за решетки, это уже стоит того, чтобы затевать. Но насколько... Но система-то сама не меняется? Да, с моей точки зрения, с точки зрения профессионального адвоката, это несовершенство уголовного процессуального закона. То есть, в идеале ситуация должна быть такая, чтобы не доводить до вот этого прощения, до этого забвения, как переводится это знаменитое греческое слово амнистия. То есть, закон должен действовать. А у нас же традиция амнистии идет еще с 16 века, когда там в честь какого-то собора, вот по высочайшему соизволению государя, было введено правила прощать, отпускать и так далее, и так далее. Но с точки зрения того, что хотя бы один человек вышел на волю, он еще здоров, крепок и может наладить свою жизнь. Но систему-то не меняет. Марина, объясните мне, пожалуйста. Вот давайте, я не люблю этот пример, очень не люблю книжку, там, почему у них получилось про Грузию, когда в каждой статье, посвященной Грузии, где-то у них получилось, там, как выяснилось потом и не получилось. Но, тем не менее, вот объясните мне, что должно быть сделано у нас, какие изменения должны быть внесены в законодательство, в правоприменительную практику и так далее, для того, чтобы у нас поменялась система, в которой предприниматель бы конкретно... Чувствовал себя комфортно и защищенно. Комфортно, да, если же комфортно с конкретно. Чисто комфортно, чисто конкретно. Чисто комфортно вести бизнес, не нарушая закон, да, и не опасаясь, что рейдеры государства с той или иной целью отнимут у него бизнес, посадят его в тюрьму. При этом, чтобы предприниматели сами не нарушали закон, а ввели его комфортно. Совершенно верно. Перечислите, что должно... Ну, я согласна с коллегой, что амнистия, как террорай, как институт, не решает никаких проблем. Вместе с тем, то, что в настоящий момент это широко обсуждается, это очень хорошо, потому что только в рамках публичного диалога бизнеса и государства и в контексте тех уголовных статей, которые подпадают под конкретную амнистию, можно говорить о тех проблемах, которые существуют. Вот, возвращаясь к этой амнистии, мне, например, кажется достаточно странным, что большинство, ну, не большинство, много статей, которые перечислены в амнистии, и мы воспринимаем их, как некий такой акт гуманизма со стороны государства по отношению к конкретным осужденным лицам, в частности осужденным, как некий шаг навстречу. Вместе с тем, не надо забывать, что с декабря 2011 года в Уголовном кодексе содержится статья 76 и прим, в силу которой предусмотрены основания освобождения от уголовной ответственности по экономическим преступлениям. В ней перечислены те статьи, которые в основном содержатся в этой амнистии. Разница заключается только в том, что по Уголовному кодексу ты освобождаешься от ответственности при условии возмещения ущерба и уплаты в пятикратном размере в доход государства того же самого ущерба, либо недоимки и прочее, прочее. Так вот, фактически, эта амнистия у нас решила, что государство простило пятикратный размер, да, Калишер? Ну, фактически, какая-то подмена такая произошла. Фактически, некая такая фикция. Вместе с тем, если это повод для того, чтобы в государстве обсуждались конкретно проблемы, возможно, возобновление правоохранительными органами в силу в процессе следствия. Решение в рамках уголовного закона наказание за рейдерство. Это очень сложная тема, и она у нас до сих пор как состав не введена в Уголовный кодекс, потому что сформулирует конкретно то, что очень имеет разные формы. Расплывчатые формы. Расплывчатые, подпадают под разные составы, но вместе с тем бизнес же заинтересован в том, чтобы подобного не происходило. Поэтому много, что нужно менять в законе, но только по обратно. Извините, тут я ворвусь с вопросом, потому что, опять-таки, свежий сейчас уже не буду называть фамилию, случай опять с огромным злоупотреблением, с возвратом НДС, да? Может быть, как-то поменять форму, чтобы не приходилось создавать почву для злоупотребления, не давать возможности злоупотреблять? Ведь, насколько я понимаю, та же история, я не знаю, не готов судить, я не читал материалы дела. Конечно, обстоятельства важны. Да, потому что я знаю, допустим, там с Браудером и Магнитским шло там и калмыцкий инвалид, чей труд якобы использовался. Но с другой стороны, люди, которые, насколько я понимаю, с числа сотрудников правоохранительных органов, воспользовались этим делом и оформили через эти фирмы огромный возврат НДС якобы, да? То есть просто украли у государства деньги и посадили людей, одного фактически убили в тюрьме. Так давайте поменяем систему. Тут сразу два возникают вопроса. Как не допустить правоохранительные органы до таких вещей? И как убрать вообще почву для злоупотребления с НДС? Это интересный вопрос, потому что он касается вообще мотивов для злоупотребления и самой почвы. Ведь каждый старается быть самым хитрым. Бизнес старается найти способы не платить налоги законно, в первую очередь, да? Правоохранители пытаются найти способ для того, чтобы подтянуть, скажем так, ну, если мы говорим о злоупотреблениях, подтянуть под определенный состав не очень вписывающиеся в прокрусового ложа фактические обстоятельства. Поэтому у каждого есть свой мотив к тому, чтобы злоупотреблять, хитрить и прочее. И то, и другое, и того, и другого можно избежать только в том случае, если в обществе есть внутренняя потребность к добросовестному предпринимательству, к соблюдению закона. И, Мария, вот тут я вмешаюсь. Ну, не может играть и в одни ворота предпринимателей. Не может. Во-первых, предприниматель не может быть добросовестным, зная, что ему все равно, да... Я тебе так скажу. Изначально, может быть, он и не... По моему мнению, у нас предприниматель по-прежнему не защищен. Вопрос от кого? От власти не защищен, от полиции не защищен, от налогового не защищен. И в суде. От курентов. И в суде. И от курентов, которые сращиваются. От курентов, да. Вот он... Ну, и от бандитов тоже не защищен. Потому что, что греха таить. По-прежнему у нас есть проявления 90-х годов. И в огромном... Нет, нет, нет. Вот, кстати, тут я вмешаюсь, прости. Не по-прежнему у нас есть проявления, а они стали возвращаться. Вот мы с тобой как-то говорили. Хорошо, хорошо, хорошо. Собственно, как и преступность растет по-прежнему. Нет, понимаете, все-таки в том виде, в котором она была, люди там в трениках с битами. Конечно, все по-другому. Грабящие киоски. Одно время было по-другому. А сейчас вот мы недавно с Элишером в приватной беседе говорили. Ничего, Элишер, что я приватные беседы раскрываю. Ну, главное, чтобы нам за это ничего не было. И еще с нескими людьми я говорил. Они говорят, мужик, ты ничего не понимаешь. Это в Москве, может быть, такого нет. А на окраинах стало уже 100 километров от Москвы. И тот же самый бандитист в том же самом виде. Я тебе больше скажу. Вот у меня сейчас уголовное дело есть в Воскресенске. Это порядка 100 километров от Москвы. Ну, не люблю слово. Вот я в шоке. Вот, понимаешь, вообще вот другая жизнь. Другой менталитет, другой подход, другие взаимоотношения. Вот такая вот провинция. А что говорит того, что происходит в Ростове? Что происходит в другом субъекте? Понимаешь? В Ростове, что надо, то и происходит. Да, да. С раздоновой дочинения. Вот по-прежнему у меня есть мнение, что у нас нет единой страны. Есть территории с огромным различием в менталитете, с огромными возможностями и невозможностями, с замкнутостью, с келейностью, с местечковостью. Кстати, вот коллега, наверное, меня поправит или поддержит. Сейчас только-только внесли в Госдуму закон о запрете родственных связей в среде власти. То есть папа не может работать с мамой, муж с женой, сын с отцом. То, что мы сейчас видим кругом, бегом. Вот тебе, кстати, один из примеров коррупции. Откуда она берется? Она берется за... И почву для взаимопотребления. Да. Сын всегда отца прикроет, отец сын и так далее. Дагестан придется тогда все-таки отменить. Дагестан, да, это вообще отдельная тема, да. Потому что там просто другой менталитет. Вот об этом я хочу сказать. Потом то, что возвращаются 90-е годы, то, что коммерсанты не защищены. Ну вот у меня сейчас один мой близкий товарищ два года уже пытается выправить ситуацию с последствия рейдерства, которое было в отношении него совершено. Это очень сложный вопрос. Все произошло очень быстро, как всегда. Как они работают? На рассвете. Все происходит на рассвете. Приезжают два грузовика, ребят сбитыми. Они выгоняют всех, слава богу, без крови там произошло, не стали вмешиваться. Как происходит рейдерство? Вот опять коллега, наверное, не даст мне соврать. Всегда при взаимодействии, коррумпированной поддержке структур государственных. То есть там были конкретные структуры замешаны, которые просто за деньги рисовали красивые документы. А вот тут можно, извини, вмешаюсь. Значит, ежели рейдерство связано с тем, что нужно подделывать определенные документы. Видимо, хорошая борьба с рейдерством – это перевод неких документов в электронную защищенную форму. В открытую. Я бы сказал в открытую. Вот чем больше открытости и гласности, то еще о чем говорили в 80-е годы, это вот главный барьер, сдерживающий для рейдерства, для коррупции. Потому что все происходит келейно, понимаешь? Полиция вкупе с чиновниками, к ним обращаются бандиты, они заносят деньги, возникают коррупционные связи, рисуются левые документы. На основании этих левых документов регистрируются какие-то договоры, собственности и так далее, и так далее. То есть круг замыкается. Вот тут Илья Шер сказал слово «местечковость». Вопрос тогда возникает так. Допустим, это существует какой-то город, где все всеми повязаны. Прокурор с судом, местные чиновники с местными бандитами. Но они, кстати, и внешне повязаны. Я тебе извини, внешне повязаны. Вот здание. Тут тебе следственное управление находится, с обратной стороны этого здания суд, с правой стороны находится изолятор временного содержания, а на пятом этаже этого здания находится прокуратура. Ну, вот бытие рождает сознание. Ну, что тут еще скажешь? А возможно как-то сделать так, чтобы федеральный центр раздробил это все? Чтобы это было бы разные... Я не знаю, как это устроить. Если вы полагаете, что это решит задачу. Но я хочу сказать, что рейдерство не всегда бывает только в таком вот грубом захвате. Ведь бывают ситуации, когда в суды, в обычные совершенно не коррумпированных ситуациях попадают документы, подлинность которых невозможно проверить. И так вопрос никто не ставит. Потому что непосредственно к этому несчастному, потерпевшему по рейдерству уже придут судебные приставы по вступившему в законную силу решения. А все, что в отношении него было принято, он там не участвовал. То есть он узнает уже по факту. Он узнает по факту значительно позже. Нигде никак не будет решаться вопрос о злоупотреблениях в правоохранительных органах или в судах. Никакой коррупции, ничего. Это просто изначально подделка документов. И вся история была сформирована за кадром. Я все-таки хочу, чтобы вы сейчас после того выпуска новостей, который грядет, объяснили мне, что нужно сделать по пунктам, для того, чтобы этот беспредел закончился. Вот просто по пунктам. Я тебе свое мнение скажу. Хорошо. И ты, Марина, вот скажите мне, что нужно делать, чтобы этот беспредел, как мы от администии перешли вообще все-таки к корням проблемы и поняли, как нам от этого спастись. Потому что мы сейчас иначе утонем в частностях. Вот буквально через минуту мы вернемся. Ну вот опять мы возвращаемся в студию, пытаемся докопаться до самой сути тех проблем, которые существуют у нас в предпринимательстве и его отношении с законом. Марина Пак, у меня в студии Алишер Захидов. Марина, вот по пунктам. Сначала вы, потом Алишер. Скажите, что делать? Извечный русский вопрос. Что делать? На этот вопрос, конечно, многие пытались отвечать. Но проблема, которую я в этом свете вижу, заключается в том, что как бы плох или хорош закон не был, он должен работать. И я полагаю, что это основная проблема. Потому что если закон работает, и общество видит, что закон плох, поскольку он не отражает те общественные отношения, которые находятся, он несовершенен, он слишком жесток, он слишком мягок, его можно изменить. И он в измененном виде будет работать. Если закон не работает, как бы он не был блестяще написан, понимаете, законодатель не достигнет своих целей. Значит, из этого уже сразу следует ответ, что в первую очередь мы должны разбираться не с законодательством, а с правоприменительством. А с исполнением закона, конечно. Закон должен быть повсеместно, работать во всех этих местечках, о которых вы говорите, в центре. И перед законом должны быть все равны. И это совершенно очевидно. Мы все эти принципы знаем. Это закреплено у нас в Конституции. Но это должно быть абсолютно, и в этом должна быть уверенность и просто у граждан, и у предпринимателей, и у всего общества. Это уверенность, к сожалению, нет. Но этому что-то мешает. Алишер, одну секундочку. Марин, может, вы как бы на амбразуру пойдете? Потому что вот сколько я не говорю своими друзьями, адвокатами в эфире, за пределами студии они говорят более откровенно, в студии все-таки какие-то вещи. Я понимаю, что и вам, Алишеру, работать, и вам, Алишеру, устроить жизнь, отношения с коллегами по работе. Но на ваш взгляд. Вот я сейчас даже на Алишера не смотрю, он меня гипнотизирует уже явно. Я хочу услышать этот ответ. Насколько действительно у нас независим и справедлив суть? Ну, в процентном соотношении. Ты сейчас свои мысли прочитал. 10% у нас заказных дел, 50%, 99%. Вы понимаете, что такую статистику недостоверную, неприблизительную даже. Ну, по ощущениям, вот что вы. Если вы хотите сказать, были ли у меня в практике дела, где я абсолютно была уверена, что выигравшая сторона никаким образом не лоббировала свой выигрыш, были. Сказать, что... Не могу сказать. Я не знаю практики, скажем так, по всей России. И я не очень понимаю взаимодействие правоохранительных органов, людей авторитетных и судебной власти. А кто? Ну, вы понимаете, когда говорят, что это власть, она создала систему. У меня каждый раз возникает ощущение, что сам Путин лично звонит к какому-нибудь областному суду и говорит, что этого надо. Кто? 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 Объясните мне, кто это делает? Как порушить эту связь? Как сделать невозможным, чтобы местный чиновник мог нажать на местного судья? Скажите, пожалуйста, вот проблема, допустим, взяточничества на дорогах. Вы предпочитаете решать с точки зрения того, чтобы менять гаишников или чтобы объяснять людям, что давать взятки в первую очередь невыгодны им самим? Ведь опыт Эстонии показывает, что вот в период советские взятки давались. И практически до последних лет, до 2009 года, ситуация была аналогичной. Сейчас это практически невозможно, но это вопрос цивилизованного отношения общества к самому себе. Вдруг как-то все договорились, что мы взяток не даем. Тогда их не будут брать. Это... Эстония, к сожалению, далеко не Россия. Далеко не Россия, это небольшая страна. В Грузии, по-моему, и советский период. Вот, кстати, в Грузии, опять-таки, тоже многие... В Малайзии, кстати, если не ошибаюсь, у них вообще, до смешного, у них такие вот жетоны у всех полицаев на дороге. Я взяток не беру. То есть вот сразу... В Малайзии и автомобилистов происходили в автоматическом режиме, в электронном виде. Зафиксировала публичность. Зафиксировала камера, все. Чем больше публичности, тем меньше шансов для злоупотребления. Любые личные контакты должны исчезать. Смог пройти, то есть вплоть до того, чтобы в пунктах принятия выдачи прав, да, вообще отсутствовали люди, которые принимают теоретический экзамен. Ну, была только камера, которая контролировала сам человек, не сам человек, да. Это максимальная электроника, потому что в противном случае... Вы же не сделаете это, Алишер, как это вот сделать? Ну, вот они даже говорят, вот хотят, что там рассуждается внешне, чтобы у каждого инспектора на дороге была такая некая техническая некое устройство, как камера, и вот чтобы весь процесс общения с правонарушителем, либо с водителем шел в режиме... Ну, между прочим, они и сейчас в камере есть, у них в машине, они все говорят, не-не-не, невозможно, видеофиксатор, ты отойди вот так вот сюда. Да, да, но все говорят, но все говорят, в машине деньги не давай, потому что у нас тут... И никогда не давай деньги перед машиной, потому что камера смотрит, а всегда давай деньги там сзади или где-то чего-то, да. Сейчас мы... И вот возвращаясь к этим... А вот откуда мы это знаем, еще следующий вопрос, да, потому что мы с этим... Нет, я хочу к суду вернуться, Марин. Вот громкое дело Алексея Козлова, да, тоже было. Тянулось, тянулось. Я сейчас не хочу говорить, виновен, невиновен, заказали, не заказали. Объясните мне, как судья, обычный судья, да, там, Мосгорсуда или любого другого суда, может разобраться в хитрость сплетениях, торговле акциями, да, перехода по право собственности. Ну, для судей это не представляет никакой проблемы, поскольку... Ну, на самом деле, он может позвать специалиста, и он может им объяснить всегда, или даже экспертизу... Существует принцип римского права, он существует до сих пор, судьи знают право. Любые сделки — это вопросы юридические, поэтому для судей не представляет проблем никакой разобраться в любой ситуации. Это есть... Подождите, пожалуйста. Но если мы посмотрим на лица некоторых судей, я не очень понимаю, как 25-летний человек с непрофильным образованием может разобраться в хитрость сплетениях. Это одна из тех проблем, которые существуют и в цивилизованном мире, и в таком раннем возрасте. И тогда он звонит своему другу адвокату, говорит, слушай, отпиши мне решение. Может даже не звонить. Дело в том, что я согласна, что ни образования, ни жизненного опыта для 25-летнего человека недостаточно для того, чтобы сесть в кресло судьи. Я согласна. Но это вопрос достаточно серьезный, его можно решать цивилизованно, и надо решать. И юридическое сообщество в первую очередь должно такие вопросы ставить перед законодателем. Но почему-то это не очень волнует, правда? Есть... Юридическое сообщество, потому что... Марина все перевела, как женщина разговор очень аккуратно перетвинула на взаимоотношения автомобилистов с гаишниками, да? Это родственная проблема, но она не решает. Она молодец, она молодец. Она тебе тактично ответила, а ты почему-то не удовлетворился. Я не удовлетворился, потому... Почему ты не удовлетворился? Потому что злоупотребление есть, и я понимаю, что хочется найти решение. Оно есть, и оно взаимное. И меня с этой точки зрения, кстати... Главная причина в том, что у нас судьи не независимы. Нет независимых судей у нас вообще. У нас есть жесткая вертикаль по каждому субъекту. Когда у каждого судьи есть свои пиляторы и касаторы. Когда есть председатель суда субъекта. Когда могут вызвать на ковер. Когда есть квалификационная комиссия. Когда есть выволочка. И судья не свободен. Даже по таким мелочным делам. Вот я коллеге рассказывал. 247 статья Уголовного процессуального кодекса. Дела малой и средней тяжести рассматриваются. Могут рассматриваться в отсутствии обвиняемого. То есть она... Ну, клевета какая-то, условно говоря. Все, рассматривайте без меня. Вот сходатайство. Пожалуйста, я готова согласиться с мнением правоприменителя, суди. И пусть... Даже по такому плевому вопросу судья идет к председателю суда. И советуется. Может ли вот в моем деле... Председатель говорит. Нет, не может. У нас нарушается принцип состязательности. Ничего не знаю, пусть ходит. Больная, живая, здоровая, пусть ходит. Все, отклоняет ходатайство. Понимаешь? И вот до тех пор пока... А почему не отпускают судей? Потому что боятся. Боятся, что будут приниматься решения. Ну, какой страх? Страх очень простой. Что начнется какая-то свистопляска непонятная. Не будет единой политики, что Верховный суд. Не будет источником права. Что он не сможет давать какие-то рекомендации обязательно для всех. Но эти рекомендации, кстати, сейчас... То есть первый принцип независимости судей. Марина, согласна? Не могу согласиться с этим в полной мере. Хотя прекрасно понимаю, почему судьи не могут себя чувствовать абсолютно независимы и быть подчинены только закону в настоящее время. Есть такая тема, но тем не менее они согласны, что они 100% подчинены мнению председателя суда. И действуют только в силу того, что боятся наказания. В том числе дисциплинарного по отношению к себе. Тут масса есть всяких проблем и некой практики, и вопрос, насколько престижно быть судьей в настоящее время. И кто фактически в судьях. Я знаю блистательных юристов, которые из судейского сообщества. Блистательных. Знаю и другие случаи. Понимаете? Поэтому сказать однозначно так или иначе невозможно. Но проблема в том, что действительно закон у нас достаточно жесток, очень некомфортен. Вообще все государственное регулирование очень некомфортно для бизнеса. Действительно предприниматель малый или большой вынужден тратить совершенно несанкционированные деньги для того, чтобы себя чувствовать хотя бы более-менее в безопасности. Безопасность по отношению к конкурентам, безопасность по отношению к правоохранительным органам. Убрать количество инстанций, упростить законодательную базу. Это правильно. Но эти вещи должны происходить системно. Понимаете? А для системной вещи нужно иметь абсолютно достоверную информацию. В нашей стране ее вообще невозможно иметь. То есть практика Оренбургской области отличается от практики Иркутской. Москва это вообще совершенно другой субъект. И совершенно другая практика. Все стараются приехать сюда, в том числе и в правоохранительные органы. Значит, нужна воля федерального центра. Батюшка-царь, думаю, хлопнут рукой. Да, мы привыкли к тому, что батюшка-царь решает все вопросы. Но насколько батюшка-царь обладает достоверной информацией, ведь тоже неизвестно. Так, следующее, по имени независимости судей. Следующая причина в том, что власти просто очень много. Огромное количество структур властных, которые абсолютно бесполезны, ненужны, вредны. С контролирующими, проверяющими функциями. Конкретный пример, я говорил по Москве, например. Но не нужны здесь ни муниципалитеты, ни управы вообще. Потому что это рассадники коррупции. Префектур при таком изобилии количестве контролирующих органов и надзорных, которые сегодня есть, от пожарных, Роспотребнадзора, инспекции по жилью и так далее, правда достаточно, чтобы регулировать ситуацию на земле. Все вопросы должны решать префектуры. Вместо этого, чем занимаются сегодня управы и муниципалитеты? Да ничем они не занимаются. Ты посмотри, какой там контингент работает людей. Это просто люди... Во-первых, ты в управу не попадешь. Вот ты придешь, житель района, чтобы попасть к главе управы, ты должен записаться. Ты должен сначала решить свой вопрос с его замами, которые вечно на луне или в отпуске, гуляют они дней по 40. Я всегда привожу один пример, я жил в одной... И я могу плюнуть, сказать, да пошли вы все, я не буду к вам ходить, понимаешь? И только после этого, если я не решу свой вопрос, месяца через два, через три, может быть, один четверг каждого месяца или что-то такое принимает глава управы. И это люди, которые работают на земле. Да кому такая власть нужна? Я как налогоплательщик говорю о том, что в их зарплатах есть мои доли, копеи, как налогоплательщика. И они для меня работают, а не я для них. Ты посмотри, как все повернулось. И в результате я один вопрос не могу решить вообще. Конкретный пример. Дальше. Вот тебе звено коррумпированное. Это жестко... Я уж не говорю про все эти цветники и рассадники, которые сегодня в изобилии есть, но я живу в Солнцево, я с умилением наблюдаю. Значит, они пошли сейчас дальше. Они закупают сейчас газонную траву рулонную. Рулонами они теперь стелят. И поверх плитки теперь, видимо. Пятна, да. Она благополучно сохнет в эту жару, умирает, но они свое дело сделали. Там деньги отмыты и так далее. Второе. Мы знаем сейчас... Значит, вот создаются так называемые комитеты по поддержке, обратите внимание, малого и среднего бизнеса. Я тебе только мизерные примеры даю, как перегружена система власти. Чем занимаются эти комитеты на сегодняшний день, когда 200 тысяч предпринимателей ушли в тень? То есть перестали платить страховые взносы. После выпуска новостей... Ну, самое интересное, Игорь, что ж такое-то, а? Ну, я еще же виноват. Время есть время. Ну, что ж такое? Ну, что ж, продолжаем нашу горячую беседу. Олег, прости, что прервал. Да ничего, опять... Только дай еще Марине возможность сказать. Да, я... Эта Марина в бой уже не рвется. Она читает Уголовный кодекс. Она подсчитывает те статьи, которые... Будучи юристом, я предпочитаю читать. Это статья о призыв к изменению общественного и государственного строя, между прочим. Ну, вторая тема... 64-я, кажется, мы говорили про абсолютное сокращение институтов государственной власти. Вот по Москве их можно сократить процентов на 60. Я считаю, не меньше, и ничего не изменится. Конкретный пример. Вот, например, департамент по поддержке малого и среднего бизнеса. И это все на фоне, как я уже говорил, того, что у нас 200 тысяч предприятий, как опора России, говорит, да, или что-то такое, ушло там куда-то в тени. Или вообще перестали платить страховые взносы. Значит, чем они занимаются? Они занимаются распределением субвенций, условно говоря. Вот субвенции, да, там 2 миллиарда рублей. Берутся предприятия на поддержку. Как эти предприятия привлекаются, на какие программы они назначаются, и как они, скажем так, производят расчет. Вот скажи, первая мысль у тебя какая в голове, когда ты говоришь, что чиновники распределяют деньги на круг предпринимателей. Вот какая мысль? Очевидная. Очевидная. Вот эта мысль, она приходит ко мне тоже в голову. Сидеть у ручей и не напиться, извини меня. Ты просто им завидуешь. Да, 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 очень завидую. Нас с тобой посади сейчас на это место. Мы бы тоже не возжили. Вот тебе узкое место. И таких узких мест много. 94-й закон, теперь уже 44-й. Кто сказал, что он должен действовать везде? Должен быть институт процессуального закрепления. В городе должна быть закреплена одна огромная бюджетная организация, которая занимается уборкой города. Все. Зачем они привлекают вот этих вот таджиков, узбеков, гастарбайтеров, на них отмывают деньги? Вот тебе миллиарды рублей. Вот если бы сказали... Алишер Юрьевич Захидов говорит, что узбеков привлекать не надо. Не надо привлекать. Это самострел называется. Возьмите, создайте 2-3 муниципальные структуры по уборке города. И не надо проводить никакого конкурса аукционного. Вот тебе коррупция. В одном из самых свободных городов мира под названием Нью-Йорк самая мафиозная структура это уборка мусора. Но там не подпускают, естественно, ни таджиков, ни узбеков. Там все держат итальянцы. Марин, давайте ваши реформы. Меня особенно правоохранительные и судебные интересуют. А то Алишер ударил по муниципальным образованиям, а правоохранительные молчат. Ну и если вернуться к этой теме в контексте амнистии и сделать акцент на экономические преступления, то хочется сказать, что очевидно, вот сама по себе это амнистия, которая, на мой взгляд, в большей степени является фикцией. Некие ограничения... Марин, прошу прощения. На ваш взгляд, вот сколько из тех, кто сейчас выйдет по этой амнистии, действительно виновны? Вы знаете, это вообще совершенно другой вопрос. Если мы говорим о судебных ошибках, то амнистия здесь ни при чем. Я не говорю, что она при чем, мне просто интересно. Если мы говорим об амнистии, то мы говорим о том, что вина доказана правильно. И это люди осуждены за совершенные ими преступления. Если мы говорим о других вещах, то это вообще не амнистия. Это вопрос кризиса системного, политического, судебного и государственного в нашей стране. Потому что судебные ошибки... Сколько судебных ошибок и злонамеренных решений? У меня нет такой статистики. Я не знаю, кто обладает этой статистикой. Я знаю, что ее нет. Но по ощущению. Не могу сказать. Может быть у Алишера есть этот? Все, пожалуйста, не перебивай пока. Сейчас я тебе дам возможность. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, Мария, продолжим. Так вот, к вопросу об амнистии. Если мы говорим о том, что для бизнеса важно комфортные условия. Что, допустим, уголовный закон в том виде, в котором он существует в настоящий момент, не отвечает действительному положению вещей. Поэтому за решеткой оказывается за совершенные преступления людей больше, чем надо было бы. И составы преступления, они... Ну, знаете, как в свое время спекуляция, сколько народ сидел, да? Ведь это же фактически сплошное предпринимательство в нашем понимании теперь. В свое время это было преступление. Вот если так на бытовом уровне аналогию привести, допустим, государство видит, что те, кто сидят сейчас за экономические преступления, так как они сформулированы в уголовном кодексе, не должны сидеть. Вот мы на данный момент предоставляем вам амнистию, а в принципе мы посмотрим, что нужно изменить в уголовном законодательстве. Если мы рассуждаем на эту тему в этом контексте, то, может быть, даже и закон менять не надо, но надо более четко применять такие институты, которые существуют. Например, новый институт для нас — это сделка с правосудием. Ну, в бытовом смысле у нас она обозначена как соглашение о сотрудничестве. Со следствием, да. Хотя в западных странах это соглашение о признании вины. То есть мы исходим из того, что всегда вина и совершенные преступления презюмируются. А дальше уже начинается некий такой диалог с государством, что я по экономическим преступлениям возмещаю ущерб, несу какие-то дополнительные материальные нагрузки, но не оказываюсь за решеткой. Потому что в данном случае важно именно это. Стоит изолировать от общества такого рода людей, либо нет. Ведь если мы говорим об амнистии... Это мы уже говорим о гуманизации. Мы говорим о гуманизации закона и вообще о разумности. Потому что если экономические преступления связаны в основном с злоупотреблением в сфере финансов, налогов и прочее, то есть и смысл таких людей изолировать от общества. Потому что, возвращаясь оттуда, люди уже не возвращаются в обычную жизнь. Наши тюрьмы... Ну, тут я с вами полностью согласен. Это ужасная история. Но тут возникает еще, знаете, вопрос неких, как в математике говорят, экстремумов. То есть о Мавроди. То есть люди-создатели пирамид, в которых пострадали десятки тысяч людей. Это же верно. А ежели их не посадить... Совершенно верно. ...то принцип неотратимости оказания не будет работать. Совершенно верно. И каждый последующий будет... Каждый второй на стороне Старин Чарльза Понтика. Правильно, я согласна. Чем, собственно, и хорош этот институт, потому что он применяется в конкретных случаях по отношению к конкретным людям. Поэтому он может быть применен, может быть не применен. И если мы говорим о том, что подобные вещи должны в любом случае санкционироваться государством, допустим, со стороны суда, утверждая подобные соглашения, но это не наша практика, допустим, французская, то вопрос общественного мнения в данном случае, и если мы говорим о Мавроди, то, допустим, количество потерпевших и прочие обстоятельства, принимает свое внимание, этот вопрос решается либо в пользу, либо нет. Государство и общество в том числе считает, что такие люди должны быть изолированы. Я с вами согласен, что речь вообще должна идти о гуманизации, и не только за экономические преступления, потому что, учитывая состояние наших тюрем и лагерей... Конечно, есть страны, где тюрьмы пусты. Но, тем не менее, я себе позволю напомнить, что, например, там Ник Лисон, который в свое время угробил старейший английский банк, в общем-то, незлонамеренно начиналось все, как всегда, с мелкого потом пошло-поехало, и, тем не менее, получил вполне себе срок и отсидел его в сингапурской терминии. Но надо сказать, что налоговые преступления везде относятся к очень тяжким преступлениям. Никто не считает их некой такой мелочью. Я хочу сказать, что есть страны, которые вообще не признают амнистию. Вообще вся англосаксонская система. Понимаете, в чем дело? А Польша по налоговым не применяют? Понимаете, в чем дело? Например, в той же Америке отношение к офшорам однозначно отрицательное. Во всем мире. Ну и да, в Америке особенно, если говорить о самых жестоких в плане налоговых странах. Но при этом, при этом, да, все равно эти схемы используются. А у нас офшоры это повсеместно, только этот сидит, а этот почему-то не сидит. Вернемся к тому вопросу, что, собственно, нужно. Я уже отметила, что я считаю, что закон должен работать. Один для всех и все для... Да. Закон должен работать, безусловно, это должно быть очевидно и... Давайте тогда на сегодняшний день, скажем, вот у нас что сегодня там, 12 июля, вот до 12 июля считаем, что бы вы там ни совершили, связанное с офшорами, с налогами, все чистые. А тот, кто с 13 июля, число хорошее, продолжает пользоваться там... Вот это больше похоже на амнистию, между прочим. Да, такими-то офшорными схемами, все, ребята, баста, карапузики, кончились и танцы. Используешь офшор, прокладки, однодневки. Что-то похоже у нас было когда-то, помните, со счетами за границей. Да, то все, ребята, с 13 июля проехали, вот у тебя есть, есть у тебя до сегодняшнего условного дня возможность покаяться, покаяться, тебе скидка выйдет, приходишь, честно, говоришь, ребят, можешь штраф заплатить, я не знаю, что установить. Алишер, как такое? Ой, ребят, настолько все это двойственно, вот тут в интернете промелькнула цифра, что там порядка 700 миллиардов рублей вывели за границу, через отмывочные схемы, через фирмы однодневок. Когда вот слышат такие вещи, первая мысль какая в голову приходит? У нас есть уполномоченный орган, финансовая разведка, Росфинадзор, который занимается отслеживанием. Но возникает вопрос, как такие суммы могли пройти? Они не могли пройти без прикрытия. То есть, соответственно, есть целая коррумпированная схема, которая позволяет в нужное время, в нужный момент вывести эти деньги безболезненно за границу. То есть, механизм-то есть, но он не исполняется, не работает. То есть, я что хочу сказать, что по экономическим преступлениям очень часто сами создают такую среду, а коммерсантов берут только в исполнителей этой среды. Многие коммерсанты, скажем так, преступники, они пальцы, а голова-то там совсем другая. И делают дело совершенно другие люди. На мой взгляд, если вы спросили Морисов, что касается правоохранительных органов, несмотря на все чистки, которые вычищали самых профессиональных и лучших, к сожалению, в большинстве, и оставляли самых лояльных... Ну, есть же старый постулат, что система оставляет худших. Да. Это старый постулат. Из тех оставшихся лучших, из тех еще, кого можно вернуть профессионалов, в том числе профессионалов ОБХСС, УБЭПа, тех честных, порядочных, действительно, сотрудников правоохранительных органов, любых, из них делать костяк всего этого дела, набирать молодых, давать им возможность зарплату, с одной стороны, чтобы они не за нищенские копейки работали, а за достойную зарплату, но сурово карать за любую коррупцию, и дать им возможность попытаться эту систему сломать. И я знаю горящие глаза этих людей, и ты, и я их знаем, да. Они еще остались мало, но остались старые, которые носом будут землю рыть, которые эти схемы знают, и убить эти схемы, да. И вот после этого начинать, и максимально облегчить жизнь предпринимателю. Каким образом? Уменьшением количества контролирующих органов. В первую очередь, я считаю, что закон должен быть проще. Он должен быть понятен для каждого предпринимателя, о чем вы говорили, что без специального образования не разобраться. Это правильно. Налоги не хотят платить в тех странах, вообще, конечно, никто не хочет платить налоги, но если человек понимает, да, что за мои налоги меня охраняют, строят дороги, у меня нормальное здравоохранение, и я вижу, куда идут мои деньги, это первое. А во-вторых, если у меня небольшой налог на мой бизнес, да, то с чего я буду думать о том, как бы мне его избежать? Абсолютно. А вот когда у меня налог не позволяет моей фирме работать, то, естественно, любой предприниматель будет сидеть и думать, как бы это государство кинуть. В первую очередь, я не в состоянии понять, какой налог платить. Да. И каким образом себя защитить? Безусловно. Поэтому нам нужна не амнистия, нам нужна продуманная система. То есть амнистия, конечно, нужна, слава богу, что многие из этих людей, в том числе невинно осужденных, выйдут на свободу. Но я считаю, что нужно, как сантехник Сидоров говорил в известном анекдоте, не трубу, а всю систему менять надо, да? Нужно просто полностью поменять и отношения, и систему. И, соответственно, к этому уже приводить, упростить ее. Обратная связь с обществом необходима. Да, и прозрачная. А вот систему менять должны профессионалы. Поэтому юридическое сообщество делает одно, законодательное власть делает другое. Но, к сожалению, законодательная техника у нас слабая. Слово менять систему. Ну, посмотри, вот мы уже в течение всего сознательного возраста живем в бесконечных реформах. И тьма этих реформ, начиная от пенсионной, дорожной, налоговой, уголовной, судебной. Это нам досталось от советского режима. И вот вопрос всем нам, хоть что-нибудь доведено до конца? А на этом ответим в следующей передаче. Марина Пак и Алишер Захидов были у меня в студии завтра в то же время.